Не сказать даже, что изучили, скорее ознакомились. Экологи, архитекторы, активисты воспользовались возможностью исследовать генеральный план развития Барнаула. И даже они многого не поняли. Документ, который и так никто, кроме специалистов, не может прочесть, предоставили общественности без адаптации или пояснений. Просто нужно перевести, собственно, этот сложный технологический, технический документ в правильный, в нормальный, доступный для простых людей формы. Среди того, что вычитали специалисты из почти нечитаемого документа, много, по их словам, необдуманных решений. Например, экологи против того, чтобы 62 гектара ленточного бора отводили под застройку. Точно определить, сколько необходимо территории, площади для создания объектов инфраструктуры, существующих объектов медицинского кластера, а остальное вернуть и сохранить в составе городских лесов. Медицинский кластер – это перинатальный центр, федеральная травматология, краевая клиническая больница и еще несколько учреждений, под которые в свое время уже вырубили 40 гектаров бора. Так называемый медицинский кластер продолжает расти, словно опухоль. Например, собираются строить вертолетную площадку для санавиации. Для сравнения, от Славграда до Барнаула реанимобиль едет 6 часов, вертолет же долетает за полтора. Это к вопросу о необходимости вертолетной площадки рядом с медкластером. Тем не менее, сами врачи из клинической больницы и перинатального центра уверены, что необходимости в этой вертолетной площадке нет. Достаточно той, что на правобережном тракте. Разница по времени перевозки пациентов составит не больше 15-20 минут. Что, по словам медиков, не критично. Возникает вопрос, а действительно ли необходимо вырубать 60 гектаров под эту и прочие застройки. Не получили пока ответов и архитекторы. Например, Станислав Зинков считает, что главная ошибка генплана – это расчет прироста населения. Согласно документу, через 15 лет в Барнауле будет жить 740 тысяч человек. Сейчас, напомним, живет 630. На мой взгляд, завышено. Завышено довольно серьезно. Потому что, это я так предполагаю. Может, я ошибаюсь, но нет расчетов. Нет убедительных расчетов, которые бы подтвердили, что да, такая честь может быть. Расчетов нет, но есть предположения. На официальном сайте Крайстата выложены три варианта прогноза динамики населения края. И, согласно самому оптимистичному, в Крайек 36-му году будет жить 2 миллиона 100 тысяч человек. То есть, на 200 тысяч меньше, чем сегодня. Сложно представить, что при этом население Барнаула увеличится на 100 тысяч. Архитекторы уверяют, малейшая ошибка в генплане в будущем будет стоить многих миллионов рублей. В таком случае, нынешний градостроительный документ претендует на то, чтобы стать стабильным поставщиком расходных статей в краевой бюджет. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...